Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео мы с вами обсудим первые обзоры на PlayStation 5 и поговорим о ее минусах и плюсах. Видос будет интересный, поскольку Sony в этом поколении делает не очень понятные вещи и вся эта тема вызывает у многих какие-то сомнения, поэтому рекомендую смотреть ролик до конца. И как всегда перед началом попрошу поставить лайк, подписаться на канал, если вам нравится такой контент, ну и ловите промокодик на 90 дней подписки Яндекс Плюс, ссылочку на активацию я оставлю в описании. Начнем с того, что до выхода новых консолей остался буквально месяц и если про Xbox мы знаем практически все, то Sony почему-то не торопится раскрывать абсолютно все карты. 4 ноября прошло некое событие, которое японские блогеры, журналисты и тому подобные люди смогли опробовать новую PlayStation 5 и поделиться своими впечатлениями. Начнем с внешнего вида. Пятая плойка получилась довольно габаритной, даже габаритной сказать сложно, она получилась очень большой, если сравнить с мощной консолью Xbox. Ее размеры составляют высоту 104 мм, ширину 390 мм, глубина 260 мм и вес составит 4,5 кг. И если опираться на эти данные и уже начинать прикидывать куда ее можно поставить, то у многих возникнут сложности, поскольку свободного места нужно много. Если что, консоль ставится как вертикально, так и горизонтально за счет подставки, которая идет в комплекте. По сути, решение сделать плойку таких размеров исходило скорее всего из-за инженерного продумывания охлаждения. По словам журналистов, консоль практически не было слышно и она не нагревалась. То есть те, кто боялись за шоу, можете выдохнуть, но не совсем. В конце ролика будет кое-что интересное. Единственное, что вызывает маленькую проблему, так это глянец посередине. В 2013 году очень много кто ругал Xbox One за поверхность, на которой очень хорошо видны отпечатки пальцев и особенно царапины. Теперь же такая участь будет у Sony, поскольку средняя часть консоли именно такая. Я лично тоже не в восторге от этого материала. Да, он красив, он блестит, он классно смотрится, но сама поверхность, а именно ее минусы, к сожалению, все портит. И несмотря на то, что я очень хорошо относился к консоли Xbox One, верхняя поверхность абсолютно вся в микроцарапинах, что невероятно бесит. Опять же, в консолях внешний вид, я считаю, не самым главным, поэтому пойдемте дальше. Геймпад. Он получил довольно много изменений, если сравнить с DualShock 4. Отличается как дизайном, так и некими функциями. Sony, видимо, решили пойти дальше, поэтому запихнули туда помимо гироскопа, динамика, еще и микрофон, дополнительную вибрацию и переработали вообще дизайн в целом. Если что, на консоли будет предустановлена игра, раскрывающая все нововведения данного геймпада, и несложно догадаться, что блогеры ее уже опробовали и что же они об этом говорят. Дополнительная вибрация действительно многим понравилась, многие внимание уделили именно отдаче куркам, и мне кажется, что это похоже что-то на курки геймпада Xbox One. В микрофон, который встроен, можно дуть, наконец-таки рассказали зачем. С помощью этого в игре будет раскручиваться бумажная мельница, и сам геймпад имеет несколько подсветок. Красную, зеленую, фиолетовую и, естественно, синюю. Зеленым цветом геймпад будет гореть, если у вас будет включен микрофон. Кстати, неплохое решение, чтобы люди не забывали его отключать в случае чего. В целом о геймпаде пока не было каких-то плохих отзывов, но по опыту DualShock'а можно подозрения кинуть к качеству стиков. Они остались практически неизмененными, что на мой взгляд минус, кто знает, тот поймет. Также подозрения идут в сторону всех фишек геймпада. К сожалению, за все существование DualShock'а 4 было очень мало использования всех этих технологий. Даже в тех же эксклюзивах со временем данные технологии перестали использоваться или применение нашли лишь некоторые. Для детей и для тех, кто первый раз сталкивается с подобными устройствами, на первых порах это может показаться действительно классным, инновационным, поскольку это некое дополнительное погружение в игру. Но со временем ты понимаешь, что это сомнительные технологии, которые лишь на пару раз. Я сам офигевал от того, как это прикольно, типа, вау, я потрес геймпад, я нарисовал граффити, вау, я получил несколько звезд GTA, и теперь у меня там светится геймпад красно-синим. Но со временем это перестает вызывать эмоции, и эти технологии кажутся не такими уж и полезными. Но как бонус это все равно прикольно, надеюсь, что эти технологии в играх будут использоваться куда чаще, чем в восьмом поколении. Что касаемо удобности и габаритов геймпада, советую все-таки дождаться личного опыта, потому что такие чувства словами не передать, и по поводу удобства тут все довольно субъективно. Помимо всего, всем людям, естественно, дали поиграть в пару игр, в Good Fall и в ту самую мини-игрушку. В целом у большинства не было какого-то вау-эффекта. Да, у японских блогеров и журналистов они были, но это их работа, как бы они в любом случае должны быть. У простых пользователей все показанное не вызвало какого-то восторга, но скорость загрузки многим понравилась, реально быстро, и запуск игры происходит где-то за 2 секунды. И это, пожалуй, все, на чем в большинстве своем сделали акцент те, кто смогли опробовать PlayStation 5. Ну а теперь мы перейдем к тем самым странным вещам. Дело в том, что тестирование PlayStation 5 было не на дому, как у блогеров, которые получили Xbox, а в специальной оборудованной комнате, где консоль стояла в определенном месте. Сначала никто не придал этому значения, но потом в сети начали всплывать теории о том, что это как-то странно. Сразу предупреждаю, теории могут звучать как фанатские заговоры, поэтому не советую воспринимать их прям мега всерьез и не советую придавать этому мега значения, но все равно это как бы повод задуматься и обсудить. Странность была в том, что не видно, действительно ли плойка была вообще включена и работала ли она, поскольку ее провода ведут туда, где все закрыто. Помимо этого было замечено очень странное устройство, которое непонятно даже на что похоже. Если вдруг у вас есть какие-то предположения, то напишите их в комментарии. Кто-то поговорит, что как раз таки с него все и запускалось. Эти теории могут быть неправдивы, но все-таки сомнения вызывают именно то, что консоль была в оборудованном месте и некоторые демо игры могли запускаться именно с ПК, поскольку когда был показан Goodfall, на экране был виден курсор мыши. Это знаете а-ля судьбоносная фотка 2013 года, когда на выставке парень запускал Rise не с консоли Xbox, а как раз таки с ПК. Мелочь, но она вызвала у многих сомнения. Помимо этого Sony все еще не показала интерфейс. И если опять же брать во внимание все вот такие вот мелочи, складывается ощущение, что у плойки видимо какие-то проблемы, которые она не хочет показывать. Если сравнить ситуацию с Xbox, то у них по сути все открыто. Вот консоль, вот она включается, выключается, вот так вот переключаются игры, сделайте анализ производительности, потрогайте и так далее. Здесь же пол интернета это обсуждает и строит свои фанатские теории. Поскольку даже те, кто имел возможность протестировать плойку пятую, сделали это крайне как-то осторожно, понюхав ее, потрогав геймпад, но не тронув даже консоли, если я не ошибаюсь. Как-то строго все у них получилось, будто это мега секретно. И знаете, если бы это странным показалось бы всего лишь нескольким людям, то кипиша бы не было, но тут все наоборот обсуждает весь интернет и как-то, ну все это действительно странно. Не было показано, как работает обратная совместимость. Странно, что не показали хотя бы геймплей нового Человека-паука или Демон Соуса. В общем, странно, странно и вообще действительно странное начальное позиционирование новой консоли. Просто знаете, старт девятого поколения, на мой взгляд, очень сильно напоминает старт восьмого поколения, когда Xbox One был в заднице, а плойку все вокруг хвалили. Сейчас идет то же самое, только все да наоборот. Я же после показанного не был в восторге и в то же время я не разочарован, но у меня все-таки так же, как и у всех, закрались какие-то сомнения. Но чтобы их не было, я хотел бы все сам протестить, попользоваться и тогда уже высказать свое мнение, поскольку делать выводы какие-то с информацией, которая гуляет по сети, ну немножко некорректно и она может отличаться от действительности. Поэтому, несмотря на все эти отзывы, минусы и плюсы, нужно самим попробовать и решить уже, хороша консоль или нет. Единственное, что в плойке до сих пор реально привлекает, так это эксклюзивы, ее франшизы, которые, надеюсь, покажут нам реальный next-gen и по качеству не уступят экзам восьмого поколения. В общем, на этом все, если вам видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о плойке пятой и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok